Музыка Меня зовут Андрей Волков, мне без малого 50 лет. В прошлом году я принял крещение, чуть больше года, скоро будет два, я покаялся, я жил, может быть, как и все, может, улица рано захватила, или как получилось, у меня очень быстро это все наклынуло. Малолетка, первый срок, второй, третий, там наркотики, там водка, там еще, понеслось, понеслось, как-то закружило, завертело. Ну, сказать, что я не знал о влоге, может быть, я слукавый. Об этом знают все. Но кто-то принимает это, кто-то не принимает. Кто-то действительно знает, что это так. А кто-то ищет оправдание всему тому, что происходит в его жизни. И так получилось, что меня жизнь уже добила до конца. Я сломал ногу, шейку бедра, мне сделали операцию, поставили пластину, потом я ее опять сломал, пластину эту удалили. А, в общем, жена ушла, семья развалилась. Как-то так, я уже смирился. Ну, ладно, там, доживу и все, сколько мне там осталось. Ну, остались сыновья со мной. И старший сын как-то переживал очень сильно. В один прекрасный день я не пошел ни в милицию, ни в наркологию. Хотя я и в наркологии лежал, лечился, и, не знаю, в психиатрии меня лечили. Но избавиться от этой зависимости от наркотиков или от алкоголя человек самостоятельный, я знаю, никогда не сможет. Никогда. Многое, что я пробовал. И вот он как-то так мне сказал, папа, может, хватит? Что-то задело меня. Я вначале до конца не понял его. Он поехал еще, пожаловался моим бывшим друзьям, бандитам, говорит, отца надо спасать. Он не пошел ни в милицию, ни в наркологию, никуда. Он поехал к бандитам, говорит, надо отца спасать, потому что все. Ну, я весь поломанный, я лежу, мне повернуться никак невозможно. Единственное, за счет чего я жил, так это за счет наркотиков. Я понял, что действительно, может, хватит. Позвонил верующим одному. Говорит, завези меня в наркологию. Сам на костылях же не могу. У него машина своя, он завез меня в наркологию. Была пятница. Перед этим наркоманы в наркологии отметились. Завотделение получил втык. У нас наркология на втором этаже. А на первом вытрезвитель. Ну, и тут милиция смотрит, один вывалился со второго этажа. Бросились к нему, ну, вроде как со второго этажа упал. Ну, надо же ему какую-то медицинскую помощь оказать. Я не подбегаю до он никаких признаков жизни. Готовый. Они его под руки заносят на второй этаж. Там второй валяется. Они заводителями говорят, а что это у вас за такое лечебное учреждение? И после всех этих событий еще и я приезжаю. Положите меня. Пятница, конец рабочего дня. Он на выходные уходит. Неизвестно, что я здесь вытворил. Что со мной произойдет? Врач-нарколог звонит. Такая бойка Лена Петровна. Хорошая женщина. Она на промилу и боку уходит. Положите. Я ей говорю. Говорю, Лена Петровна, я пока к вам ехал. Я три кустомака видел. Хотите я вам их сейчас пойду, их сорву, принесу в вазу, поставлю. Вот спрячьте меня куда-нибудь от него. От этих всех наркотиков. Я уже наелся. Не то, что по горлу, а до подбородка. Я уже не хочу ничего. Я мечтаю только об одном. Чтобы проснуться, рано утром посмотреть в окно и улыбнуться. Потому что мне не надо бежать, мне не надо кого-то обманывать, где-то красить, где-то еще что-то, где-то варить, где-то наркотики, где-то вонять, мешать соседям. Мне, если честно, нам легче все это забыть, чем вспоминать. Надо помнить, откуда нас Господь достал. Из какого дерьма. И вот меня не ложат в наркологию. И что делать? И домой ехать не хочется. Этот мой друг верующий говорит, поехали к нам в церковь. Меня кумарит. У меня боль кругом. У меня пот с меня. Какая церковь? Да поехали домой. Поехали, говорит, чаю попьем, посидим. Ну, это у нас открытые сердца. В общем-то, какое ваше сужение? Да какой чай? Ну, поехали. Ну, ладно, поехали. Тем более в этой церкви я до этого был. Приехали. Мне не до чая, мне не до чего. Ну, там, друзей встретил, с которыми когда-то в лагере сидели вместе. Они уже, слава богу, по 6-7 лет с Господом пообщались, поговорили. А в конце пасы говорили, ну, ты хочешь избавиться от зависимости от своей? Ну, какой наркоман не хочет? Конечно, хочу. Ну, хочешь, мы за тебя помолимся? Я так смотрел, если честно, мне так стыдно сейчас говорить об этом. Я смотрел на эти добрые, открытые лица. Да, в принципе, какая разница, лунинецкие верующие или брестские? Думаю, да что-то такое не то происходит. Какие-то взгляды открытые, такие чистые, светлые. Да, наверное, в детстве в куклы не наигрались, играется. Этого не может быть такого. Ну, где ты, я так вот, ну, что кто-то... Открыто просто так вот мне брал, улыбался там. Ну, хотите, помолитесь, как-то так. Начали молиться. Я думаю, боже мой, а что это такое происходит? Плачут стоять, слезы текут, молятся со слезой. О ком, обо мне? А что я... Да за что? Может, и бабушку какую-то через дорогу перевел? Да забуду про это. За что? Закончилось сложение. Меня Славик завез домой. Вроде плохо было. А тут сел на лавочке и сижу. Я полтора часа просидел на лавочке. Думаю, что это такое непонятное творится. Вроде небо синее. Да я сорок восемь лет прожил. Что же я не знал, что оно синее? Знал. Трава зеленая. И трава я знал всегда, что оно зеленое. Вроде было плохо. Вроде кумарило. Вроде и боли нету никакой. А что же такое происходит? Сто процентов. Верующий чаем угощает. Что там подсыпать? Звоню Славику, который привел. Говорю, Славик, а чего там? Я же знаю, что мне завтра будет плохо. Я с этой колокольни. Славик, а чего там чай добавлять? С немец. Говорю, да что такое? Я говорю, ну завтра мне тоже будет плохо. Как-нибудь взять немножко, может там что-то узнать. Радуйся, благодать Божья. Слово какое-то. Я никогда не слышал такое. Ну ладно, этот верующий, уже 15 лет. Позвоню-ка я Диме Янову. Вроде как в лагере вместе сидели, сечку жрали вместе. Этот не обманет, этот поможет. Звоню ему, говорю, Дима, а что там такое? Как это вот объяснить? Вот все то, что вот раз мне и свалилось на шею. На голову. И как это, что такое происходит? И он, радуйся, благодать Божья. Благодать, так за что, благодать? Что я такого сделал? Через 3 дня верующий звонит там. Говорит, а что ты делаешь? Да ничего. Поехали в парке погулять. Поехали. У меня на костыли. Поехал, иду к нему. А все это время вот не покидало. Я ходил с туманным взором, как безнадежно влюбленный. А что ж это такое происходит? К чем объяснить это все? Я ж-то знаю свою натуру, свою плоть. 48 лет жил, лет 25 кололся. У меня разницы не было в тюрьме кололся, или на свободе, или там еще что-то чего-то. А как это все объяснить? Что-то такое происходит, такое непонятное? Иду по этому парку. Утро, лето, будничный день. Вроде народу немного. Прохожу мимо. Смотрю, там 2 ларька стоят, метров 41 до 1. Народу так в парке немного. Эта продавщица, что-то у меня там с телефоном, или что, побежала в другой ларек. На свой кинула, оставила. Ну я не то, что там искал такие ситуации, но и никогда ими не брезговал. Это называл так, пошел, взял корзинку, пошел за грибами, вот они и деньги валяются. Я на этот ларек уже смотрю, как на свой свой собственный. Там не то, что я, там Мересик бы раз 300 сползал бы. Стою, смотрю, на этот ларек стоял, смотрел по сторонам. Ну никого нет, никого. А потом поймал себя на мысли, что я вообще стою на шухере, чтобы у него ничего не пропало. Я подхожу к этому ларьку, он там метров сорок, один от одного. Говорю, девушка, а вы не увольняетесь? Она говорит, нет. Я говорю, вы не увольняетесь? Только вопрос недостачи или без. Она нас похватилась, побежала к этому ларьку. А я отошел в него. Что это было такое? Вот они были, деньги, и прошел мимо. Иду и сам себе не верю. Думаю, тут пузыри пускаю. А тут верующие говорят. Андрюха, что случилось? Я говорю, да баран, дурной тут. Ну ты, не смейся, это благодать Божья. Иисус работает. Какой работает? И Он работает. Да что это такое? Как это все может быть? Как это все объяснить? Как это кому-то рассказать? Действительно, я с такими стихи... Ну ты не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто это знает. Нет. Сейчас. Сразу не вдомек о том, как в душе приходит к Богу, и как в душе приходит Бог. Вот как это объяснить? Я 48 лет жил совсем другой жизнью. Я не знал, что такое. А сейчас... У меня сын очень просился, младший сын. Он покаялся, ходит в церковь. И тут, как-то по телефону с Олегом разговаривал. А я говорю, вот поеду. Он говорит, папа, я с тобой. Ну как? Ему сказали. Тебе надо в школу, ты там плохо себя ведешь, там неуспеваемость. Говорит, минуточку. Вот мой прошлый дневник. А вот сегодняшний, ну... Есть еще чтимые результаты. Бери меня с собой. Хотелось, конечно же, вначале, чтобы все это понять, въехать в репцентр, чтобы как-то объяснили, рассказали, отойти от всего этого. А тут операция на носу. Тут у Олега просился спрячь меня куда-нибудь от этих наркотиков. Кругом же они, вот они ходили, и вот я между ними хожу, кругом шприцы, кругом это все, кругом это волокита. И Олег уже в репцентре под меня и работаю, там нашел. Ну так получалось, что у меня с этой операцией. Позвоните через неделю. Ну так вежливо. Ну и через неделю звоню. А позвоните еще через неделю. Ну еще через неделю. Это больше года. И вот все, что происходило во мне, вот это происходило благодаря церкви, благодаря верующим. Я очень рад. Всему тому, что происходит в моей жизни. И каждый день я молитву начинаю с того, чтобы Господь меня просил, слишком долго. Я не то, что не видел его. У нас в жизни каждого есть такие свидетельства. И обернувшись назад, мы увидим, что в жизни происходили такие милости, которые очень трудно объяснить. Очень трудно это самое. Ни один скептик не объяснит это. Это Господь, это любовь Божия делала нам те или иные чудеса. Просто, что наша гордыня, наша человеческая плотня всегда мирилась с этим. И все это относилось совсем на смысл. Это я, так сказать, я сделал. У меня был такой момент подрался за ним. Его положили в больницу. Я в милицию. Нашел там милиционеров знакомых. Они говорят, не знаю, ну посмотрим, что там будет. Ничего не пообещали. Тут меня этот же Славик привозит церковь. И я на коленке. Господи, прости. Это же уголовное дело не возбудили. Его спустили на травмозаку или как несчастный случай. Мне бы выйди и скажи аллилуйя. Не, это я такой гордый. Это я такой умный. Это я милиционеров нашел. Это я это самое. Очень много. Вот сейчас на Новый год стою, не знаю, как в церковь уехать. Ну, попал, что там врача отпросился, но он тоже не может взять на себя такую ответственность, чтобы отпустить меня. И мне надо приехать до пересменки. До 8 часов. 1 января ни одной маршрутки нету. Вообще ничего, нечем уехать. Стою целый час, уже иду на другую остановку. Там стою битый час. Начинаю молиться. Господи, я же обещал вернуться. Я должен вернуться. Я слово отдал. Господи, велости дай возможность добраться до больницы. Открывая глаза, стоит наш автобус в нашей церкви. Разводит наших верующих после встречи нового воина. И вот какой мне скептик объяснит почему автобус был там с течения обстоятельств. Каких обстоятельств? А кто складывает эти обстоятельства? Кто нам помогает? Просил нами девушатый девушатый рады, счастлив, что я забыл. Слава Богу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...